Друзья, приветствую всех! Это Набелла. Замечательный, фееричный Станислав Белковский опять с нами в эфире, а я уверена, что утренняя чашка кофе воскресная проходит именно с нами. Привет, Стас! Привет, Наташ! Доброе воскресенье всем! Ну вот, начну с того, что все говорят, что август будет месяц, когда будет чёрный лебедь прилетать неоднократно. Не знаю, так ли это, но согласись, что вся история с Курской областью, когда зашли СССР, и это не просто ДРГ, а действительно зашли войска и занимают населённый пункт за населённым, это история, которую не ожидал никто. Ну, может быть, кто-то её и ожидал, но российская разведка и политическое руководство точно не ожидали. И это, на мой взгляд, должно стриматься в более широком контексте. На всякий случай, мы, так сказать, можем проговорить ещё раз, что произошло, да, так сказать, это, безусловно, вторжение регулярных войск Украины в Курскую область на каноническую международно признанную территорию Российской Федерации, в то, что был занят населённый пункт Суджи, где находятся газоизмерительные станции, Газпромы проходит газопровод. В этом смысле это сакральное место на карте России, независимо от того, где она находится, и сколь близко к украинской границе. И, кстати, существует непосредственная угроза города Корчатов, где расположена Курская атомная электростанция. И здесь сразу стало очевидно несколько вещей. Во-первых, действительно, нет никакой эффективной разведки у Российской Федерации, которая позволила бы предвидеть, а тем более предотвратить это вторжение. Во-вторых, действительно, есть проблемы с живой силой, о которых говорится уже некоторое время. И сначала на уровне военкоров, а затем вполне лояльных спецопераций Z и её доведению до победного конца. А потом, собственно, были меры Владимира Путина по резкому увеличению подъёмных для контрактников, которые косвенно свидетельствовали о том, что по старым ценам контрактников набрать уже не удаётся. И, значит, над Российской Федерацией действительно нависает угроза новой волны частичной могилизации, пусть не в ближайшее время, но в какой-то обозримой перспективе. И чтобы её избежать, Владимиру Путину нужно принимать какие-то экстраординарные меры, в том числе вести дело к прекращению огня в скором будущем. Ну, наконец, то есть, собственно, воевать пришлось в Курской области Российской Федерации военнослужащими срочной службы. Хотя с самого начала обещали, что они никак не будут задействованы в боевых действиях. Ясно, что цена этих обещаний всегда была невысока, и никто им особенно не верил. Ну, кроме, конечно, многочисленных матерей срочных. Но потому что сам тезис, что по закону срочников нельзя отправлять на войну, ничего не стоит, потому что формально, юридически, с точки зрения Кремля, войны нет. Значит, их можно куда угодно отправлять. И уж тем более на канонической российской территории. Плюс силами пограничников, некоторое количество которых, как и срочников, сдалось в плен Украине, пополнить тем самым обменный фонд. Ну, и в очередной раз было продемонстрировано, что хваленые чеченские подразделения, полк Ахмат, спецназ Ахмат и так далее, участвовать в реальных боестолкновениях с регулярными войсками не собираются. И видео Аптео Луддинова, одного из близких соратников, Рамзана Кадырова, который, кстати, рассматривается как возможный преемник Рамзана Кадырова на посту главы Чечни, и если состояние здоровья нынешнего чеченского лидера все же ухудшится до каких-то критических пределов, оно стало уже вирусным и объектом многочисленных насмешек, поскольку господин Алауддинов, который, кстати, отличается в нынешнем руководящем составе Чечни своей такой подчеркнутой интеллигентностью и хорошим владением русским языком, в отличие от многих, сказал что-то вроде, ну, так сказать, потому что в России, дескать, гигантские расстояния, но не такие, как на Северном Кавказе, например, хотя какие-то гигантские расстояния в Курской области непонятно, в общем, все это выглядело как-то жалко, поэтому морально-психологически цель этой операции уже достигнута, независимо от того, насколько, как долго украинских войскам придется, удастся закрепиться в Курской области, какое будет дальнейшее приближение, потому что совершенно очевидно, что у российской армии много проблем, и говорить о стремительной победе в войне с Украиной не приходится, хотя именно эту мифологию культивировал Кремль в последние месяцы, что, в свою очередь, давало Владимиру Путину основание требовать невозможного на перенабылочных переговорах с Украиной выдвигать за рядом невыполнимые условия в расчете на то, что перед лицом и угрозой тотального военного поражения Украина и западные партнеры вынуждены будут на это согласиться. Кроме того, важнейший новый прецедент, и он, в принципе, был ожидаем в какой-то момент, и, наконец, этот момент наступил, это фактическое согласие западных партнеров Украины на проводимую операцию на территории РФ. И США и Германия, де-факто, подтвердили, что так можно. Поэтому все предыдущие в этом смысле ограничения, которые вводились, тем самым были мягко дезуированы. Мы с тобой не раз говорили, что позиция Запада в этом отношении эволюционировала с февраля 2022 года. Потому что сначала фактически Украину слили, отказав ей в поддержке как вооружениями, так и санкциями в отношении РФ, потом были введены санкции, потом были ограничения на поставки вооружений, эти ограничения снимались постепенно, то нельзя было поставлять дальнобойные ракеты, то стало можно, то, наконец, нельзя их использовать на российской территории, то де-факто уже можно, поскольку они применяются в Курской области. Все это говорит, естественно, об эволюции, возможно ли прекращение огня уже в ближайшие месяцы, и, на мой взгляд, это полностью отвечает интересам нынешней администрации США. Собственно, сам обмен с заключенными, который недавно состоялся, и в результате которого был создан важный прецедент Вадима Карасикова, в рамках которого политический киллер, совершивший убийство на территории свободного мира, легко и быстро выходит из западного застенка, гораздо более комфортабельного, чем российский, и получает свои 15 минут всемирной славы, поскольку его в аэропорту встречает величайший диктатор мира Владимир Путин и подружески обнимает. Да, это было очень негативно, воспринято многими. Это, конечно, освобождение политзаключенных – это очень хорошо. И выход на свободу Эвана Гершковича и других недостойных людей – это тоже очень хорошо, но это не отменяет негативного характера прецедента Карасикова. И только что было интервью министра юстиции ФРГ Марка Бушмана журналу «Штерн», весьма развернутый и подробный, в котором Марка Бушман поделился всеми переживаниями немецкой правящей элиты по поводу случившегося, которая в целом недовольна тем, что пришлось отдать Вадима Карасикова, и Марка Бушман признал, что сделано это было под беспрецедентным давлением со стороны Вашингтона. Если бы не Вашингтон, Германия бы на это не пошла. А Вашингтону это очень надо, потому что действующей администрации Джозефа Байдена Камалы Харрис нужно лишить основных козырей во внешней военной политике Дональда Трампа. Да, я согласен с теми, кто сейчас меня прервет и скажет, что, дескать, неужели американскому избирателю и так важна война в Европе и война на Ближнем Востоке? Важнее ситуация в американской экономике, миграции, аборты и так далее. Да, это так. Важнее ситуация в американской экономике, миграции, аборты с точки зрения того, кто станет следующим президентом США. Но и международные военные вопросы тоже не лишены оснований. В ситуации, когда разрыв между соперниками на выборах минимален, в пределах статистической погрешности, ситуация в международной военной политике может повлиять на позицию нескольких процентов избирателей, которые все и решат. Поэтому это не так уж. Поэтому для этой администрации важно прекратить войны. Ну, во-первых, Эван Гершкович, которого Дональд Трамп обещал освободить после своего избрания президентом, уже освобожден до. Этого коды у Трампа больше нет. А дальше Трамп обещал, что и в случае своего избрания, после него, еще до инаугурации, он прекратит войны в Европе и на Ближнем Востоке. Особенно в Европе, то есть в Украине. Ну, что же, если администрации Байдена Харису удастся это сделать до выборов, то и этого козыря Трамп лишится, на что они всерьез рассчитывают. Поэтому, собственно, возрастает давление на Израиль в смысле заключения сделки с Хамасом о освобождении заложников. Это очень важно для американского establishment. Соответственно, будет нарастать давление на Украину с тем, чтобы соглашение о прекращении огня возникло уже в октябре. А это, естественно, возвращает к жизни вопрос о том, на каких условиях это прекращение огня. И здесь нужно было всячески лишить как Владимира Путина с одной стороны, так и мира в целом с другой представление о том, что РФ уже почти победила, поэтому может выдвигать жесткие условия. И то, что происходит в Корской области, показывает, что нет, РФ не победила. Она далека от военной победы. Она не готова к таким нестандартным сценариям, что признают общем-то и многие официальные полуофициальные лица в самой РФ. Это признают и, конечно, военкоры, которые в последнее время стали вновь фронтировать, поскольку они выяснили, что новый министр обороны Андрей Белоусов ничем не лучше старого Сергея Шарьгу, а по многим позициям и хуже. В том числе в взаимоотношениях с информационной средой и военкорским сообществом. Многие в эти дни вспомнили Евгения Викторовича Пригожин, разумеется. Сначала его вспоминали в связи с тотальным арестом ряда руководителей Минобороны, которые были при Шарьгу, потому что именно их-то он требовал убрать. И спрашивается, что такое-то. Когда он требовал убрать, не убирали. Потом выяснили, что убирать-таки было нужно. А сейчас все вспоминают о том, как Пригожин предлагал формировать и тренировать боевые отряды под эгидой Багнера как раз в Корской и Белгородской областях. И тогда власти этих регионов Пригожина с согласия Кремля заблокировали. Сказали, что ничего такого не нужно. Есть регулярные войска. И этого вполне достаточно. Вот регулярных войск нет. И это про то, что в России есть существенные проблемы из Корской области. И вообще признают уже и люди вполне статусные, типа генерала-лейтенанта Андрея Горулева, депутата Государственной Думы. В общем, я говорю, в этом смысле атака вооруженных сил Украины в Корской области уже достигла определенных существенных результатов, независимо от того, как будут развиваться события дальше и с какой скоростью. Ну да. И это такая существенная десакрализация всемогущества Путина, там демонстрация дырявой границы российской. И здесь, мне кажется, мы должны действовать абсолютно зеркально. Ну, говорить, что в Курской области живет тысяча украинцев, и они тоже просят их освободить. Ну, понимаешь, раз с Россией невозможно разговаривать в каких-то юридических дефинициях, то нужно разговаривать именно так. Ну, в основном, это уже имеет существенный результат, но здесь это должно рассматриваться в контексте того, что в контексте заинтересованности Вашингтона, у которого, естественно, он, так сказать, вот Биби Нетаньягу в Израиле, раз вы о нем вспомнили, да, он, конечно, хотел бы скорее заключить сделку с Хамасом по заложникам, ну, как минимум после выборов 5 ноября, поскольку он заинтересован в победе Дональда Трампа и потянуть еще резину, но, так сказать, США на него давят, хотя количество рычагов давления ограничено, и вопрос в том, удастся ли самому Биби Нетаньягу продать эту сделку с Хамасом, если она случится до 5 ноября, как собственную большую победу, тем более, что в электоральной, в политической ситуации для него сейчас, ситуация электорально-политическая, для него сейчас в Израиле медленно меняется в благоприятную сторону, растет рейтинг его партии Ликут, особенно после вот серии точечных ликвидаций лидеров Хизбаллы и Хамаса в Ливане и в Иране, растет его собственный рейтинг как кандидата в премьер-министр на фоне недавнего и достаточно долгого хаворита Бенни Ганца, который теряет позиции из-за того, что он, в общем, ничего особенного не сделал за эти 10 месяцев войны и никак себя не проявил, хотя надежды, связанные с его приходом в власти, были большие, в том числе и в Вашингтоне, где Бенни Ганца принимали отдельно от Биби Нетаньяга по очень высокому протоколу. Поэтому Биби, как всегда, он всегда движим к главным инстинкту политического выживания и сохранения власти. Для него константа при любом раскладе. Сохранить власть – это самое главное. Все остальное вторично и третично. Поэтому, если совпадет желание Вашингтона прекратить войну на Ближнем Востоке до 5 ноября с желанием Биби Нетаньягу или избежать досрочных выборов или вновь выиграть их, тогда все срастет. Если не совпадет, то, значит, нынешнее правительство Израиля будет искусственно затягивать процесс. Но, возвращаясь на украинские фронты, да, Вашингтон, и сейчас, поскольку у него гораздо больше рычагов давления на Украину и военных, и экономических, чем на Израиль, здесь, возможно, Владимир Зеленскому и компании будут выкручивать руки и подталкивать к этому прекращению огня. Ну, а с учетом объективного фактора усталости от войны, который существует, безусловно, и в первую очередь в Украине, все это может случиться. Посмотрим. Мы сейчас об этом поговорим, потому что Ермак дал на этой неделе большое интервью. Но по поводу Израиля и Ирана хочу добавить, что мы еще с конца прошлой недели ожидали каких-то ударов. Они так довольно серьезно замахивались друг на друга, но ничего не случилось. И не Даньягу это объясняет, иранская сторона это объясняет. Но, в сущности, наверное, это, опять же, давление Соединенных Штатов на то, чтобы этот конфликт не эскалировал. Иран очень заинтересован в победе нынешней Камалы Харрис. Потому что, в общем, новый вектор тренда Ирана очевиден. Несмотря на истребенные позиции 85-летнего верховного лидера Арбара Айталы Али Хамины, очевидно, несколько вещей. Первое, что Иран очень заинтересован хотя бы в частичном снятии санкций и возобновлении ядерной сделки. Вернее, возобновлении ядерной сделки и как следствие частичного снятия санкций. И, собственно, победа на выборах президента, который ассоциируется с потеплением в отношениях с Западом, Масуда Пиздашкияна, в этом смысле весьма красноречива. Сторонники жесткой линии эти выборы в частую проиграли. И хотя сам Рахбар Али Хамины ассоциируется с жесткой линией, но ему скоро он тяжело болен. Так или иначе, скоро ему уходить. Скорее всего, существует некий консенсус относительно того, что ему должен наследовать его сын Матштаба Хамины имя, который, так сказать, занимает уже далеко не такую ястребиную позицию. Ястребиную позицию занимает Дональд Трамп, поэтому Ирану и нужна победа Камалы Харрис. А что, поскольку ему нужна победа Камалы Харрис, то для него желательно подыграть нынешнюю душингтонскую администрацию в некоторых вопросах. А подыграть значит воздержаться от какой-то уничтожающей атаки на Израиль и эскалации ведущей к большой войне на Ближнем Востоке. Именно поэтому Иран медлит и обсуждаются разные варианты сейчас того самого ответа. Надо сказать, кстати, что главной проблемой для Ирана в этой ситуации является не ответ Израилю, а получение ответа на вопрос, как же могли убить Исмаила Ханью в хорошо охраняемом комплексе корпуса стражей иранской революции в Тегеране. Но об этом комплексе давно. Там уходили разные версии, что он хорошо простреливается и так далее. И вообще не нужно там, так сказать, держать людей, безопасность которых света, которые нужно усиленно было оберегать. Но потом же выяснилось, что никакой израильской ракеты, прилетевшей с территории третьей страны, не было. А просто взорвалась бомба прямо в этом здании. Это значит, что в убийстве Исмаила Ханью были задействованы израильские агенты непосредственно в иранских спецслужбах. И вот это уже беспокоит иранское руководство очень сильно, едва ли не больше, чем демонстративный акт возмездия Израиля. Но пока рассматриваются варианты, например, удара по... И утверждается иранскими источниками, я сейчас не могу в полной мере оценить достоверность этих утверждений, что президент Масуд Пизышкен предлагает нанести удар по секретным военным базам Израиля за пределами самого Израиля. Это такой палеотивный абсолютно вариант. Вот как недавно нанесли мягкий такой гомеопатический удар по американской базе в Ираке. Еще вариант – точечная ликвидация какого-нибудь израильского политика, как ликвидировали Исмаила Ханью. И здесь в порядке черного юмора я могу сказать, что есть такие израильские политики, которых с удовольствием отдали бы на заклане нынешние израильские правители. Например, министр национальной безопасности Тамар Бен-Гвир, представитель такого-то ультра-националистической политической силы от Смая Гудит, который достал Бибе Нитаньяху, достал руководство армии, спецслужбы. В общем, они бы еще и навели, мне кажется, иранский удар на этого человека. Дай ему Бог, естественно, здоровья и долгих лет жизни. До 120, уважаемую Тамару Бен-Гвир. Но, в общем, Бибе заинтересован все-таки в победе Трампа, поэтому приоритеты у него другие. Но в крайнем случае, если он будет видеть, что это разыгрывается для очередной пролонгации его пребывания в власти на неопределенный срок, и для того, чтобы договориться с оппозицией, например, о проведении выборов не в конце этого года, а весной 2025-го, тогда и он на это пойдет. Именно поэтому тиранский ответ задерживается и увязывается тоже с необходимостью что-то сделать хорошее Вашингтону для победы Камалы Харриса. И здесь неожиданно в лагере Камалы Харриса оказался Владимир Владимирович Путин, наш любимый тиран и диктатор. Потому что Сергей Кужегет Шойгу, бывший министр обороны, который сейчас должен широко улыбаться и потирать руки в связи с вторжением в Курск. Потому что он может ясно говорить, что при нем, при Шойгу порядок был, хотя почти проиграли войну в 2022 году, но потом-то нарастили силы, научились воевать и начали ее выигрывать, а тут снова такое, так сказать, вот до чего доводится губо гражданское руководство Министерства обороны, хотя, собственно, сам факт назначения Белоусова и его заместителей, среди которых нет ни одного военного, уже свидетельствовал о том, что Миноборона и Генштаб в России фактически разделены. Войну ведет Генштаб, а Миноборона занимается исключительно экономическими и социальными вопросами, а также борьбой с коррупцией, поэтому повесить это на Белоусова будет не так просто. Хотя он постоянно и присутствует рядом с Путиным на всяких парадах и смотрах. И мы даже недавно знаем, что чуть ли Украина не собиралась ликвидировать Владимира Путина и Андрея Белоусова 28 июля на параде в честь Дня военно-морского флота РФ. И только звонок Белоусова американскому министру обороны Ллойду Остину предотвратил эту операцию. Ты веришь? В этом, мне кажется, это фейк какой-то. Я не знаю, все может быть, потому что, ну как, украинские дроны только совсем недавно долетали до военного аэродрома рядом с Мурманском. То есть, почему бы им было не долететь на парад через Дня военно-морского флота. Тем более, кстати, вокруг этого парада все вспомнили неожиданно, что праздник со слезами на глазах, поскольку практически прекратил свою боеспособность в стране Черноморский флот РФ. И он выведен из Севастополя в Новороссийск по максимуму, потому что от него осталось. А сейчас еще остатки флота будут выведены, возможно, в Абхазии в Ачамчиро, поскольку для этого уже готовится почва. Я сказала, знаешь только о чем. Если бы наша структура собирали что-то сделать, то откуда-то было бы известно Белоусову, который тут же начал бы звонить. Ну нет, нет. Дело в том, что утечки информации идут постоянно, в том числе, вот надо сказать, что вторжение в Курсковость – это первый случай, когда официальные украинские лица дают утечек по минимуму. И мы не видим километровых интервью Кирилла Буданова с подробным объяснением, как и что будет делаться. К счастью, в этом смысле украинские власти чему-то научились. Нет, такие аргентуры есть. Я не исключаю этого полностью. Это не кажется мне совершенно нереалистичным. Но Путин решил подыграть Камале Харрис. Мы с этой линией сбились, с этим днем военно-морского флота. Да, потому что еще завершая разговор о дне военно-морского флота, в 2014 году, осуществляя аннексию Крыма, Владимир Путин называл одной из его важнейших целей. Тогда еще не говорилось про сакральные места, там, Херсонесси и так далее, возникло чуть позже. Но нужно было спасти Черноморский флот, который в результате революции достоинства, она же по путинской версии, кровавый антиконституционный переворот. Новые украинские власти, стоящие за ними США, должны выгнать в Новороссийск. И вот выгнали в Новороссийск. Все, свершилось. Из-за чего боялся Путин во время аннексии Крыма, это и произошло. Не стало ни флота, ни его базы в Севастополе, де-факто. Так что это та самая ирония история по Гигелю. Нужно было начинать спецоперацию, чтобы решить два вопроса изначально, как будто бы решенный в обратную сторону. И Шойгу, прибыв в Тегеран, как потом Кремль сам дал утечку этой информации через Рейтер. Я думаю, что она близка к Кристиану, не является полным фейком. Он уговаривал своих иранских собеседников, президента Пазашкиана и главного Рарбара Али Хамины, не сильно не бить по Израилю, уж точно не наносить удар, который чреват существенными жертвами среди гражданского населения. Это значит, что Путин находится в формате действующей американской администрации, как он провел обмен с заключенными, который ему, безусловно, очень понравился, поскольку он получил то, что ему нужно. В первую очередь, Вадима Карасикова. Так, и дальше он... А это значит, что, опять же, разговор о прекращении огня в Украине перед выбором 5 ноября будет актуален. Путин в игре уже. Он, так сказать, уже понимает, что, видимо, он, что Камала Харрис может победить. Чего же недавно считал, что Трамп обязательно победит, но мы с тобой говорили, что это не обязательно так. Поскольку он, естественно, верит, что действующая власть располагает гораздо большими возможностями по обеспечению определенных результатов выборов, чем оппозиции, он уже почти уверовал в победу Камала Харрис и стал на их сторону. Что, кстати, окончательно развенчивает миф о том, что между Путиным и Трампом существуют какие-то секретные договоренности, парк, что они любят друг друга. Это меня, конечно, восхищает лицемерие определенных отрядов вашингтонской элиты, которые не устают повторять, что Трамп сдаст Украину, если придет к власти. В то время как сдали Украину они сами. Потом у них это не получилось. Но они готовы были ее сдать в начале 2000-х. Ну, на войне как на войне, ты же понимаешь, все средства хороши. Да, конечно, да. И всякие тайные пакты Америки с Путиным возможны. Тем более, что вот сама концепция, которая набирает силу в евроатлантическом мире, согласно которой смыслом существования евроатлантического мира является подготовка к войне с РФ, независимо от того, насколько нынешнее поколение европейских политиков военных реалистично оценивает эту перспективу, требует пребывания Владимира Путина у власти как можно дольше. То есть, в этом смысле США и союзники становятся заинтересованы в Путине. Они всегда, в общем, относились к нему гораздо более лояльно, чем принято было считать. И мы помним, что во время мятежа Пригожин не получил никакой иностранной поддержки. Вся иностранная поддержка была на стороне Путина, потому что все боялись, что, значит, мятежку... Если мятеж закончится удачей, перестанет быть мятежом, останет славной народной революцией, то, соответственно, ядерное оружие окажется в руках непредсказуемых сил, а Путин, типа, силу предсказуем. И об этом тогда стенал и плакал Дмитрий Анатольевич Медведев, неожиданно лишившийся своей брутальности и крутизны, и апеллировавший к Западу, типа, спасите, помогите. И до и после этого он все время кричал, что мы так сильны, что порвем этот Запад на кактузе грел. Значит, его истина и истинный страх... Теперь он опять обещает танки у Рейхстага, пока не, конечно, в Курской области только, но он по-прежнему... Вот теперь мы все больше убеждаемся, что Западу это и надо. Нужен и Медведев с танками у Рейхстага, нужен и Путин. Потому что пока они находятся и власти обещать танки у Рейхстага, новейшая концепция, что смысл существования Запада в подготовке к войне СРФ работает. А если в Москве, не дай бог, для Запада придут к власти... Ну, для вот этих кругов иногда придут к власти какие-то проевропейские силы, то концепцию придется менять. А менять ее уже не хочется. По крайней мере, в ближайшие годы и десятилетия. Поэтому это значит, что Запад будет по-прежнему носиться с Путиным как списанной торбы, и история ничего не учит в этом смысле. То есть, ну, в расчете на то, что, ну, вот сейчас все-таки удастся замириться ближе к концу этого года, все переведут дух по поводу победы Камалы Хаги, если она, конечно, случится. Замечу на полях, что пока по прогнозу голосования выборщиков побеждает Трамп. Пусть и с небольшим отрывом этот отрыв сокращается. Точно так же, как я не был уверен в успехе Трампа два месяца назад, когда все, только ленивый не считал, что ключи от Белого дома у него в кармане, так я сейчас еще не стал бы поспешно делать вывод, а неизбежность еще все впереди. И тут начались еще проблемы в американской экономике, неожиданно опубликованные данные о безработице, спровоцировали целый кризис на мировых финансовых рынках. Так что еще посмотрим, кто кого. Но, по крайней мере, теперь уже победа Камала Хариса отнюдь не выглядит нереально. И вот, так сказать, тут совершенно в новом качестве предстает лидер Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Он оказывается, необычно, тайным неявным, явным врагом и тайным союзником США по некоторым вопросам. Это новая политическая реальность, с которой нужно отмыслить и отрефлексировать. Впрочем, новая она относительно, потому что таков и такой регламент отношений с Путином существовал всю жизнь. То, что эти договоренности уже проявились в большой войне в Европе, опять забывается. И все время кажется всем, что снова можно перевести все в какую-то игрушечную фазу и сделать все понарошенную. Что Путин грозит войной, но не начинает ее. Запад делает вид, что обороняется от Путина, но на самом деле обманывает собственные народы. Возвращая призывную армию, резко увеличивая военное сигнование, восстанавливая военную промышленность, оборонную промышленность и сокращая тем самым нынешнее социальное государство, раздутая до непомерных размеров. Это все нам предстоит в ближайшие месяцы и годы осмыслить. Андрей Ермак дал интервью Сергею Сидоренко, журналисту. Интервью в основном носило такой характер, говорили в основном на геополитические темы, а внутренние политики не говорили. И он объяснил Сидоренко, почему он так много занимается внешнеполитическими вопросами, потому что, дескать, главный дипломат в Украине – это президент, а он выполняет все задачи президента. Где-то в этом, так сказать, место кулеба непонятно. Ну и неважно, потому что говорил он о саммите и о том, что в этом саммите будет участвовать Россия. Вот только непонятно, в какой конфигурации это может быть. Ты не читал интервью и не смотрел его, да? Нет, я читал, безусловно, читал, конечно, как же я мог избежать такого важного программного документа. Но для Андрея Ермака это было важно, потому что сам он стал объектом критики на Западе в последнее время. В частности, в Блумберге была большая публикация, в которой ставилось под сомнение роль Ермака в нынешней системе власти. И нужно показать, что это на роли абсолютно созидательный конструктив. Ну, дело в том, что у Ермака очень много оппонентов внутри Украины, в украинских элитах. На него была большая атака в конце 2021-го, начале 2022-го годов, когда говорили, что вообще фактически президент Украины Ермак, и мы видели целую элитную коалицию за снос Ермака. Но потом началась война и стало совершенно не до того. А сейчас снова многим стало до того. И, так сказать, в том числе Запад нуждается в прояснении роли Андрея Борисовича Ермака, которая, конечно, очень велика. Потому что фактически тандем Зеленский-Ермак – это тандем артиста и импресарио, в котором хорошее импресарио незаменим. И Андрею Ермаку удалось доказать, что он тот самый незаменимый импресарио для Зеленского, пожертвовать с которым президент Украины не хочет, как минимум. Скорее всего, порядок позиций уже и не может. Поэтому я расцениваю это интервью как ответ Ермака и его критикам, как внутри Украины, так и за пределами. В том числе в связи с коррупционными скандалами, которые вновь возникли по поводу фактификационных сооружений. Не только. В общем, посмотрим. Думаю, что сейчас Украина с Зеленским-Ермаком так или иначе подойдет к октябрю. А к октябрю подойти – это, значит, оценить вопрос, возможно ли прекращение огня и возможно ли на этом фоне прекращение огня проведение этого самого референдума об условиях мирных переговоров. А как ты считаешь, твое мнение, нужен этот референдум? Я думаю, что он просто неизбежен. Поскольку очевидно, что декларируемые цели выхода на границу 1991 года практически недостижимы. Недостижимые цели декларируемы Путина, но недостижимые обратные. Значит, все равно на какие-то уступки Украине придется пойти, а легализовать их и легитимировать. Можно только на референдуме. Ты только что вспоминал панику на разных биржах, начиная с Японии, заканчивая там другими. Но я сегодня хотела с тобой поговорить, поскольку там, как говорят, ситуация вернулась более-менее в штатный режим, о российской экономике. Ведь последние там полгода очень много говорили о том, что Путину удалось построить военную экономику, что все нормально, ВВП растет и так далее. Но мы видим, что есть там деградационные какие-то процессы, и они довольно серьезные. Несмотря на то, что пока 50 миллиардов лежат в этих юанях и в золоте, и пока могут покрывать дефицит бюджета, мы видим, как стремительно пустеет так называемый трудовой рынок, потому что мигранты, многие уехали. А когда тебе платят 400 тысяч зарплаты за войну, то очень многие уходят на войну, и гражданский сектор не может с ними конкурировать в оплате зарплат с этой войной. Мы видим, что очень плохо с трудовым рынком, мы видим, что сокращается импорт стремительно. И это очень похоже на ситуацию, когда разваливался Советский Союз, и многие другие процессы идут. И говорят, что в 2025 году кризис очень серьезный, неминуем практически. Ну, мне трудно сказать, насколько неминуем масштабный кризис в 2025 году, хотя некоторые экономисты, весьма уважаемые заслуженные утверждают, что 2025 год – это критический год так называемого Кондратьевского цикла очередного, и вообще в России будут большие пертурбации в следующем году. Возможно. Я не беру человека. Сейчас, на мой взгляд, не только я, но и профессиональные экономисты не располагают достаточным объемом информации, чтобы об этом судить. Но в том, что вот этот, так сказать, успех, триумф военной экономики Путина в значительной степени базируется на фейках и блефе, да, разумеется, потому что экономика не становится больше. У нее, наверное, стоит количество продажей. Просто деньги перенаправляются в военную сферу, не только люди, которые идут умирать, но которые обслуживают фронт в тылу. Например, какая-то швея в Ивановской области, которая там получала 20 тысяч рублей, а сейчас получает 100. Но она ощущает, разумеется, существенное улучшение своего материального положения. Но сам объем экономики не растет, никаких новых источников доходов, отраслей эта экономика не приобретает. Она, прежде чем, остается со своей старой архаичной структурой, полностью зависима от цены энергоносителя. При этом прогнозы радужные Кремля 2022 года о резком росте цен, например, на природный газ не оправдались. Медведев грозил в какой-то момент на пике, газ дорожал до 2 тысяч долларов за тысячу кубометров, а Медведев грозил все тот же, что будет 5 тысяч, а на сегодняшний день меньше 400. Она, кстати, несколько поднялась в связи с вторжением в Курской области и неопределенной ситуации вокруг газоизмерительной станции Суджи на 5%, но не до тех уровней, на которые РФ рассчитывала два года назад. То же самое с нефтью. Очень большие проблемы с расчетами, в том числе и в юанях, и уже РФ и Китай говорят о переходе на тотальную бартерную торговку. То есть это какие-то уже страшилки из лихих 90-х годов, которые вроде как прокляты, но их реальность постоянно Российскую Федерацию настигает. А ведь в юанях находится большая часть сейчас золотовалютных резервов в РФ, и это очень странно. Мало того, что юань неконвертируемая валюта, в отличие от доллара и евро несвободно конвертируемая, так еще и Китай отказывается проводить платежи в этой валюте. И это и есть резервная главная валюта РФ, но это абсурд. И, собственно, близкие к Путину экономические начальники, типа председателя Центробанка Набиулина или президента Сбербанка ГРФ, это люди, которые единомышленники абсолютной Путина в вопросах экономической и финансовой политики. Просто ему надо еще вести войну до победного конца, им не надо. Поэтому у них более узкий взгляд как бы на эти все вещи. Они признают, что Россия сейчас сваливается в воронку большой инфляции и дефицита кадров, и это есть главные проблемы экономики, которые усугубляются с войной и не решаются. Не случайно ЦБ РФ недавно поднял ключевую ставку до 18% рекордных, и это еще не придет. Кроме того, с 1 июля для того, чтобы спасти разгон инфляционной спирали, отменили льготную ипотеку, что тоже довольно болезненно с точки зрения внутреннего рынка. Ход, шаг, потому что поскольку на эту льготную ипотеку рассчитывали очень многие, и она была важным, опять же, социальным демпфером, средством умиротворения многонационального РФ народа, примирение его с нынешней военной реальностью и объяснение того, что никакой войны нет, а есть максимум контртеррористическая операция, которая сейчас объявлена при граничных с Украиной регионах. Нет, поэтому с экономикой все не здорово, это иллюзии, что и... Но эти иллюзии подпитываются многими и на Западе, потому что как только что мы обсудили, Западу выгодно, во-первых, подвести всех к мысли, что скорое прекращение огня нужно. На самом деле, оно нужно, чтобы помочь Камале Харрис выиграть выборы, в чем заинтересованы не только ее лагерь в США, но и очень многие в Европе, разумеется, где страшно боятся второго происшествия Трампа. Поэтому, а во-вторых, потому что с Путиным надо сосуществовать навсегда. Эта мысль сейчас будет внедряться активно в сознание, потому что, дескать, никакой России без Путина быть не может, как и Путина без России. А раз так, Путин это до 2036 года и далее. Ну и то, о чем мы с тобой не раз говорили, все-таки свершилось. Ютуб остановлен, насколько я понимаю, заблокирован сигнал. Говорят, что WhatsApp тоже будут блокировать пытаться. И Роскомнадзор потребовал у провайдеров данные об оборудовании Гугла. Кроме того, Роскомнадзор требует данные какие-то у тех людей, у кого больше 10 тысяч свои блоги. Ну, то есть, так сказать, блокировка любой свободы мысли и, я уже не говорю о свободе слова, идет полным ходом. Что будет дальше вот с этими процессами? Ну, это все, что угодно, только неудивительно. Мы так и думали, правда, что так будет. Вопрос только в темпах и конкретных сроках принятия тех или иных решений. Ну, может быть, еще, да, Ютуб еще там потеплится какое-то время. Действительно, вот новейшая мера по, видимо, Роскомнадзору будет изымать серверы Гугла, значит, на российской территории. Это уже конец отношений не только с Ютубом, но и с Гуглом. А Гугл – это далеко не только Ютуб. Это и почтовый сервис Gmail, это и операционный систем Android. Поэтому тут надо ответить на вопрос, а что там смартфоны Samsung, которые оснащены этим Android, как с ними будет на территории Российской Федерации. Тем более, выяснилось неприятное время около месяца назад. Оказывается, проклятые американцы могут шпионить и за кнопочными телефоном каким-то образом. Раньше считалось, что смартфоны, да, они, конечно, доступны проклятому американскому империализму со всех сторон. Но вот кнопочные телефоны старого образца – это неприступное отвергение. Нет, выяснилось, что мы тоже как-то уже научились все это делать. И, то есть, создается информационный цифровой концлагерь китайского образца, как мы и думали. Это не новость. Вопрос, я говорю, только в темпах и в системе конкретных мер в каждый конкретный момент. И закончится все, естественно, введением, я так думаю, если Кондратьевский цикл в 2025 году не сметет всю эту реальность, я не знаю, по какой причине это случится, но такой прогноз, соответственно, и существует экономистов, которые придерживаются теории Кондратьевских циклов, то, конечно, введут вход в интернет по паспорту, то есть, по индивидуальному коду, QR-коду, привязанному к паспорту. Что позволит не только контролировать, кто что смотрит, но и определять локацию смотрящего в любой момент. Собственно, это тестирование системы учения по ее внедрению должно было проходить еще в 2021 году. Под предлогом эпидемии ковида-19, чтобы вакцинированные люди получают QR-код, а не вакцинированные не получают. И смотрим, как это происходит. Но тогда все-таки была очень непопулярная мера, эпидемия ковида шла на спад, Путин усиленно готовился к войне и отменили эти учения. А сейчас все как раз самое время к этой идее вернуться. Тем более Китай ускоренно идет в этом же направлении, а он именно источник образцов и смыслов для Кремля в этом блоке вопросов. И это, кроме всего прочего, означает, что люди, у которых нет паспорта, то есть которым нет 14 лет, сейчас паспорт воров выдается 14 лет, в мои времена выдавался 16, они не получают доступа к интернету вообще. То есть подросток может дойти в интернет только через родителей или опекунов, и тем самым государство усиливает контроль через семью над всем, что подросток делает, изучает, смотрит и так далее. Тем, чтобы молодые поколения знали, что, как и в Советском Союзе, что ничего лучше, чем демократическое правление товарища Сталина быть не может. И никогда не бывает. Да, это очень печальная реальность, но в этом направлении дело идет семимильными шагами. Я думаю, что вот закрытие мессенджера сигнал, случившееся два дня назад стремительно, это ответ на вторжение в Курскую область, потому что наверняка Путину доложили, что во всем виноват сигнал. Но кто же виноват, не Белоусов, а Герасимов. Видимо, в сигнале шла какая-то мощная переписка с украинской агентурой на российской территории под непосредственным кураторским какого-нибудь американского шпиона крупного, и поэтому сигнал надо срочно закрыть. Что и произошло. Я только хочу напомнить, что так называемый Рутуб тоже пользуется гугловскими платформами, поэтому если его закрыть, не будет представляться никаких трудностей. Но еще есть Апстор, и многое другое. Рутуб все исключили из Апстора только что, ну, это никому не помешает, придумают какую-нибудь замещенную фигню. То есть ясно, что заменить YouTube в РФ невозможно. Но это, видимо, Кремль уже не смущает. Уже, так сказать, соображение ускоренного построения цифрового концлагера важнее любых других. Рамзану Кадыру вручили премию Людвига Нобеля. А давай расскажем зрителям, потому что многие не понимают, что это за фигня. Я и сам, к сожалению, этого не понимаю. Я, понимаешь, моя задача, даю себя отчет в том, что моя задача в программе Нобела говорить о том, чего я понимаю, чего я не понимаю. Но этого я не... Ну, надо было долго вникать в этого Людвига Нобеля, а у меня как-то не было желания. Потому что есть ведь шнобелевская премия, и Гнобел прайс, да, мне кажется, сомнительные достижения в области науки в мировом масштабе. Ее призовой вот этот приз, это триллион зимбамбийских долларов, который составляет, кажется, несколько десятков долларов американских. Поэтому это какой-то анекдот, но в мире этих анекдотов российской элиты будет жить. Вот это импортозамещение. Вместо ютюба у них рутюб, вместо нобелевской премии премии Людвига Нобеля. Главное, чтобы все были довольны. Ну, так я с этим согласен. Действительно, если вместо, так сказать, по поездке в Париж можно поехать куда-нибудь в российскую глубинку, и это ничем не хуже, но замечательно. Главное, чтобы люди жили той жизнью, которую они сами для себя считают гармоничной. Да, которую они мечтают. Бук в помощь. А вот эта фотография знаменитая, я не знаю, фотография или фейк, возможно, Илон Маск с девушкой-роботом в ресторане. Скорее всего, это, конечно, фейк, но как ты считаешь, будет ли в будущем это совершенно реальное отношение живых людей, так сказать, с роботами? Да, да, конечно. И, собственно, секс с искусственным интеллектом – это один из нарастающих глобальных трендов. Поэтому вполне важно, что Маск сам это сделал, чтобы показать, что он все это прекрасно понимает и собирается быть одним из лидеров этого направления. Потому что межчеловеческие отношения – это очень сложно. Выстраивать отношения с человеком, тем более на годы, на долгие годы, это же целая система уступок, компромиссов. Это требует огромной силы, это требует огромной любви. А отношения с искусственным интеллектом ничего такого не требует. Он подстраивается под себя. То есть, конечно, мы скоро узнаем, что искусственный интеллект не так прост. Или не так легко с ним может выстраивать отношения, как это казалось на первый взгляд. Но сейчас, поскольку человек не хочет тратить слишком много душевных сил на решение проблем личной жизни, искусственный интеллект станет прекрасной заменой интеллекту естественному. Да, и это будет происходить на наших глазах. Но, в принципе, тренд еще состоит в том, что вот неконтролируемая вольница секса, которая существовала на протяжении долгих столетий, то, как минимум, с эпохи возрождений тоже уходит в прошлое. И еще недавно мы могли улыбаться по поводу того, что будет требоваться обязательно нотариальное заверенное согласие на секс перед сексом. Оно будет. Я думаю, что в ближайшее время в App Store появится соответствующее приложение. Нажимаешь на кнопочку, и так сказать, там или есть... Как это скучно. Как это скучно. Хорошо, что мы видели другую жизнь, да? Зато не подкопаешься. Уже потом никто тебе не скажет, что ты покушался на изнасилование или сделал что-то вопринящее. Веки воли своего партнера. Это понятно. Это понятно. А какие события на этой неделе привлекли твое внимание? Два события. Первая революция в Бангладеш, в студенческой революции, в которой бежала нынешняя 76-летняя премьерка в Индию. Она считалась проиндийской вообще. И временное правительство возглавляло 84-летний нобелевский лауреат Мохаммед Юнус, который... Он получил нобелевскую премию по экономике за создание... Это Грамменбанк. Граммен – это сельский на бенгальском языке. По-бенгальски. То есть сельского банка, который вывел из нищеты очень многих за счет масштабного микрокредитования. При этом было важно, что в кредитный договор, к кредитному договору прилагались 16 принципов сельского банка, которые там описывали, что чего должен делать, а чего не должен делать заемщик в своей обычной жизни, не связанный, собственно, с предметом кредитования. В частности, воспитывать детей, давать им образование, следить за своим поведением и так далее. То есть фактически это был кодекс социально ответственного поведения бангладешца. На этой же неделе, когда были свергнуты бангладешские власти, в Индии были опубликованы данные о самых богатых людях Индии. Первое место с капиталом свыше 300 миллиардов долларов. Это почти 10% ВВП Индии. Экономика Индии достаточно велика. За него человек, который недавно устраивал свадьбу своих детей с бюджетом в 600 миллионов долларов, свадьбы в 600 миллионов долларов, где находились огромное количество мировых звезд, и не только поп-звезд, которые за деньги там могут петь у кого угодно, хоть у Путина, хоть у Лукашенко, а там люди типа Билла Гейтса или президента Международного союза футбольных ассоциаций FIFA, Джанни и Фонтино, который пренебрит... Арктик Эльберг там был. Финалом Европейского чемпионата по футболу, что очень странно. И вот это характерный пример социально безответственного поведения правильщих элит, которые потом сталкиваются с революциями, типа как в Бангладеше, и ужасно удивляются. И поэтому вот ключевой вопрос, который стоит сегодня перед современным миром, это удастся ли внедрить идеи, так сказать, социально-ответственного поведения как некой доминанты, так сказать, будущего мира. Потому что при всем уважении Камали Харрис и ее демократической администрации, многие тезисы из ее предварительной программы это фактически стимулирование безответственного поведения, символом которого во многом является начертанный уже на знамени у американских демократов Джордж Флойд. Тот самый Джордж Флойд, который, кстати, жил и погиб в Миннесоте, в том штате, который представляет нынешний кандидат в вице-президент США от демократов Тим Уоллс. Их история Джорджа Флойда тесно связана с Тимом Уоллзом, который тогда выступил на стороне фактически Джорджа Флойда. Это ему тоже вспомнится. Поэтому вот это первое время чумы, устроенное индийским магнатом, мне кажется, это совсем не тот пример, который элиты должны подавать народам, если они хотят, чтобы не было как Бангладеш. Что хотите как Бангладеш? Наверное, да. Ну и финальное стихотворение. Что сегодня нас ждет? Сегодня мы, так сказать, снова возьмем курс на молодую украинскую поэзию и поэзию женскую. Что, так сказать, что у нас традиция. Менять циклы. И сегодня у нас одна из лучших молодых поэтов, женщин современной Украины, Марьяна Савта, которая всегда была близка мне не только религиозными контекстами и подтекстами своей поэзии, но и тем, что она мастер очень краткого, лаконичного стихотворения. И вновь возвращаемся к очень важной нам теме, что война когда-нибудь закончится. И надо мыслями находиться не в идее бесконечной войны, а той мирной жизни, полностью мирной, которая начнется после, и которая, в принципе, не прекращается никогда, даже во время боевых действий и высокой интенсивности. То есть, во время настоящей большой развернутой войны, относительно которой мы еще недавно считали нереальным, а сейчас, кажется, мы считаем уже более реальным, менее реальным мир, в котором войны нет вовсе. Так, начи все, что спалено на дым, вертается с ветрами, сивое око, щеблимое над обеем бледым, и марить место с покоем и соком, торбким и сильным, повница трава с асфальтовых выбоин, и над нами чаясь долоня тепла и живопа, с блакитными, крись пальцы небесами. Мария Насаф. Прекрасно. Спасибо большое, Стас. Друзья мои, через неделю увидимся. Спасибо большое. До скорой встречи в эфире. Ура. Ура. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин